Наступили на те же грабли. В городе Шумерли ситуация в сфере ЖКХ остается напряженной. Муниципалитет снова копит долги перед ресурсоснабжающими организациями. Чтобы местные жители не лишились горячей воды, на помощь пришли власти республики. Городу выделили финансовые средства на оплату задолженности. В эти выходные шумерлинских проблемах разбирался премьер-министр Чуваша Иван Маторин. Провел совещание с представителями местной администрации и коммунальщиками. Тему продолжит Дмитрий Квалев. Похоже, это уже стало порочной практикой. В отопительный сезон Шумерли вновь попадает в антирейтинг муниципалитетов. Долги за потребленные ресурсы в городе продолжают копиться. Хотя еще до наступления холодов власти республики направили на их погашение 60 миллионов рублей. Ситуацию это не изменило нисколько. Газовики начислили около 11 миллионов. Вы население выставили 17. Собрано 82 процента. Глава администрации сказал, ну значит где-то миллионов 14 собрали. До газовиков дошло миллион 600, до энергетиков 43 процента от начисленного. Власти Чувашии не в первый раз оплачивают шумерлинские долги. Три года назад муниципалитет уже получал из бюджета республики более 60 миллионов рублей. А потом местная администрация и вовсе взяла кредит, но под гарантией правительства. Уже очевидно, что погасить эту сумму город не в силах и ему вновь планируют помочь. В феврале уже приняли мы у себя решение. Вот в этом феврале мы кредит этот в 90 миллионов погасим, чтобы вот развязаться с вами. Чтобы не висела эта гарантия правительства, мы погасим этот кредит. Чтобы просто не связываться с вами. Потому что каждый раз идет ответственность. Наш имидж идет. На эту проблему у местных властей свой взгляд. Чиновники винят во всем тарифы, которые не покрывают затраты и неплатежеспособное население города. Но даже представители управляющих компаний заверяют, что огромных долгов на их балансе не копится. У меня сегодня долг населения всего 2 миллиона 600. Я могу четко разделить вот это 2 миллиона 600. И в том числе там сидит, как Александр Николаевич сказал Гончаров, муниципальный жилой фонд по договору соц.наймам. Ситуация в сфере ЖКХ не изменилась и после ремонта котельных. На их реконструкцию 3 года назад возлагали надежды. Просчетам потери тепла должны были снизиться. Но ВОЗ и ныне там. В городе много изношенных трупов. Именно из-за этого большое количество газа тратится впустую. А не на обогрев квартир. Модернизация котельных была проведена неэффективно. Неэффективно. Организуйте обход вместе с депутатами. И договоритесь с министром Чувашьей республики, со списанной матой, которая есть. Матраца точнее. Утеплите ваши трубы. Вам не хватит газа, который вы заказали. Если по закону подойти, мы будем получать шкопительную. Неэффективно в городе провели и энергоаудит. За работы взялась компания из Ульяновска. Но данные специалистов разнятся с реальной картиной. Разобраться в жилищно-коммунальном хозяйстве чиновникам города придется в самое ближайшее время. Необходимо наладить учет потребленной энергии. Только тогда будет понятно, куда утекают миллионы. Андрей Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.